всем привет да конечно же затянулось мое видео про восьмерку с ее коробкой но на то есть свои причины значит во первых я долго искал ряд на нее у нас в украине к сожалению нету скажем так прямых поставок быстрых прямых поставок поэтому все тот ряд который я хотел можно заказать в основном и это будет аж только на сентябрь месяц соответственно нет а как бы было не интересно поэтому я себе нашел ряд 18 сейчас расскажу что заряд и в принципе что я буду делать с этой коробкой ну в данный момент вот метики запчасти это сам ряд вот такой коробочки идет сейчас что я покажу в принципе здесь я его купил также по самим шестереночкам все в принципе неплохо по внешнему виду я не сказал бы что они отличаются от заводских чем-либо вот эти заводская идет сейчас мы сравним заводскую шестерню первой передачи с первой передачей этого ряда скажу сразу заочно цена вы видите на экране вот сейчас я все покажу по ценам и подведем итог в общем то сколько это все получилось также в этом видео будем пыльники полосе ну я не буду показывать какие-то меняю просто просто буду менять потому что я говорил что это будет делать и также я буду менять главную пару главной паре сейчас мы вернемся скажу почему значит собственно говоря сам ряд сам ряд 18 он первая передача идет длиннее на 12 процентов чем сток все остальные короче полностью все короче даже пятая передача вот она она тоже короче пятую передачу можно использовать стандартного ряда в принципе но я наверно буду использовать этого ряда потому что ну скажем так мало ли пригодится скажем так я принципе на этой машине никуда не езжу там по трассе далеко поэтому мне не дать и на 15 я была стандартная шестерня первой передачи 18 ряда шестерня стандартного ряда ну я тебя возьму штангель и просто покажу что у них есть разница и понятное дело что чем меньше шестерня тем скажем так будет быстрее наша передача вот нас получилось 110 это у нас шестерня стандартная теперь померяем шестерню первой передачи 18 ряда все я вижу это у нас топ-107 получается вот так я думаю уже видно 107 то есть всего лишь навсего 3 миллиметра разница в диаметре но это конечно же разное количество зубчиков соответственно вот вам и большая скорость ну и также по этому ряду опять же что в нем отличие вот мы берем синхрон стандартный шестерней он сюда уже не одевается то есть никак не вижу здесь идет получается уже доработка синхроны с десятки они увеличены больше я взял для образца самый дешевый синхрон китайские ставить я ему конечно не буду но это я взял для эксперимента вот он тоже получается одевается но кстати скажу что по зазору вот он уже одет вот такой-то зазор скажем так вполне неплохо то есть сам синхрон он будет хорошо работать сама передача у меня включалась даже если катился там скоростью 10 км в час 15 даже она включалась без проблем вот ну здесь получается уже я честно говоря ожидаю какого-то чудо честно не знаю конечно может его и не будет но по крайней мере я вижу явную разницу и хочется конечно уже у любви видели также принципе по ряду это все что хотел сказать и то есть да самое главное что синхронный тут 1 2 3 4 передачи 10 5 передача вот она уже идет большой получается идет уже для стандартность это стандартная компляция этого 8-го ряда почему я обратил внимание на зазор сейчас я покажу вам 6 на второй передачи которая у меня кстати уже перестала включаться под конец но до этого она включалась с хрустом собственно говоря из-за этого я ее и скажем испортил саму шестерню значит по поводу самой шестерни мы видим что сама ее часть слизанная то есть как бы как бы части зубьев стерта частично потому она и выбивала принципе и плохо включалась но еще на подключалась за того что она не затормаживалась вот пожалуйста зазор о которой я показывал вам такой что на новой 6 шестеренки он просто отсутствует сам синхрон он просто как бы прижимается двумя плоскостями и все конус его не подтормаживает даже видно как часть конуса вот она выходит за пределы синхронизатора то есть вот в принципе вот этот синхронизатор либо же сама часть этого конуса она не работала нормально поэтому была вся эта проблема возможно если бы этого не было скажем так либо это был более крепкий синхронизатор либо шестеренка сама шестерня точнее то наверно бы чтобы пробка еще работала потому что как вы видите на первой передаче такой это новая вот на первой передаче такой проблемы как бы не было вот там есть и зазор какой-то принципе и ну скажем так это так вот если бы хотя бы было на второе она бы работала почему все таки я меняю главную пару это главная пара тут написано 37 это считается скоростная пара которая ставилась заводом изготовителем конкретно эта пара как писали в описании сделана в ссср ну скажем так по состоянию на хорошая будем пробовать ставить ну как бы я уверен что работать она будет любом случае просто почему я взял 3 7 объясняю этот ряд 18 считается рядом для атмосферных движков и для того чтобы этот ряд давал больше больше эффективность в принципе используют главные пары 3 9 4 1 4 3 зависимость от вашего двигателя то есть не труба для трубы двигателя как бы наоборот надо скажем так более длинные передачи но как я заметил даже по своему двигателю поэтому сейчас я имею скажем так первую передачу уже более длинную но 2 будет короче я как бы сокращаю скажем труба яма у меня же не будет между 1 2 и принципе все остальные тоже передачи труба яма не будет но у меня будет при паре 3 9 как раньше было но маленькая скорость поэтому я решил максимально что сделать увеличить скорость за счет главной пары в идеале бы сюда поставить пару 35 это уже тенячая пара но есть большая вероятность что я также бы эту пару ждал до сентября месяца и цена на нее немного не мало 300 тысяч гривен это где-то 150 долларов ну скажем так а это мне пара вышла вы видите на экране последнее что докупил это мои синхронный автоваз 4 штуки десятки десятки как я уже показывал значит муфта скользящая муфта 1 2 передачи и 4 3 4 в сборе уже со ступицей так два сальника лево правой полосе и гайки валов это все получилось увидите сумму на экране вот чек вот кому интересно будет вот на этом принципе я уже могу собрать коробку все у меня есть касательно самой коробки кстати я покажу вот таким вот образом я подвязывал свои ряды по цепочке все делал таким вот образом получается я уже выставить выставлял зазор на редукторе сейчас я вставлю видео где принципе я покажу как я это делал выставляться он не сложно это не заднеприводная классика там где нужно больше скажем так регулировок и большего опыта здесь на переднем приводе с этим все намного проще это моя статья моя старая пара главная 3 9 которая вот кстати вот она мне лежит это тоже это понимаю сделано в ссср было покажу вот цифры вот эти 6 3 делим на 16 получается 3 и 9 если мы делали 6 3 делим на 17 как на той паре что я купил это будет 3 7 у меня стоят новые подшипники дифференциала и вот такая вот таким вот образом руками я прокрутить его не могу то есть он зажат получается сейчас будет такая процедура я снимаю эту часть и покажу вам как происходит регулировка самого свободного зазора для дифференциала то есть когда уже это будет подкручиваться легко шестерня привода спидометра у меня стоит уже на 11 зубов поменял две части и сам привод спидометра они пластиковые это такая же шестерня как в принципе везде только пластиковая ну кто не знал все остальное все старое осталось здесь я не снимал то есть у меня этот редуктор получается он уже идет как бы сборе с подшипниками с обоймами как она была так все работало ладно бежим делу сейчас я показываю эту шапочку которую которая выставляет зазор корпус средней части внутрь вот моя обойма под этой обоймой идет подложенное колечко такое ну я его хорошо вижу сейчас как камера видит я не скажу хотя тогда его видно принципе она проще будет значит с чем при это обойма выбивается отсюда вот вы стуки вашей потихоньку колечко находится вот здесь регулировочная и вот сама обойма таким образом я достал обойму вот колечко значит вообще по правильному как я понимаю как это должно быть то есть вот я сюда забиваю до упора свою обойму ставлю опять на место и у меня дифференциал будет как бы двигаться вверх-вниз осевой люфт таким образом с помощью часов меряется этот размер осевой люфт и под него подбирается уже такая шайба то даже есть формула которая рассчитывается но в общем суть в том что при сборке значит не дожимать этого люфта и ведут и должен проворачиваться легко то есть от руки я дам крутить его он же проворачиваться при этом он не должен ходить вверх-вниз это моя главная задача поэтому я принципе могу это колечко понихоньку уменьшать его размер и ставить и опять собирать себе коробку и прокручивать его если допустим недостаточно вращение идет то есть есть и как бы он пережат опять делать то же самое снимаю это потачиваю чуть-чуть и опять собираю за два-три раза я думаю попаду нужно себе размер скажем так сняли на кольце я думаю может быть около двух десяток может меньше там плюс-минус не понять по штангелю в общем вот я закрутил точках четырех достаточно вот этого 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 равно длинное удаление вот три точки для 4 сделал то есть суть не в том спираза все получилось осилового лифта нету и вот получается я руками могу его прокрутить но это достаточно будет принципе я считаю что на этом я уже выставил этот зазор дальше я веду свои ряды скажем так и собираю коробку окончательно я думал что привод спидометра мне будет отсутствовать почему-то я где-то находил информацию что на какие-то блокировках просто-напросто нету привода спидометра возможно это касалось других блокировок другого производителя на этой блокировке она есть и кстати блокировочка это стоит цену видите на экране еще и раньше в интернете находил информацию по поводу усиления выбора передач в общем что я сделал так вот взял в шайбу толстую такого плана вот разрезала на пополам и вот как бы соединил вот эти две части соединил чтобы они были желтой жесткость не у них было так сказать точно почему это делать я не могу меня вот только что все подгонял дел чтобы они были одинаковые то есть эти две части верхушки были в одной плоскости потому что после того когда я их сварил это было чуть выше ну то есть и у меня вилки ходили упирались немножко здесь поэтому час я подогнал думаю все будет нормально и в общем то вот такое усиление выбора передач кто знает пишите комментариях для чего это делается я вечно не знаю для чего возможно для того чтобы это не разгибалась ну ну что у меня и были немножко разогнуты они саму сборку я уже не показывал вот моя коробка уже собранная я все проверил все передачи включается все крутится как положено осталось только проверить конечно же в ходу на машине единственное что я не знаю по качеству шестереночек самой коробки то есть может быть будет нашим шумно работать какое-то время может она потом станет тише то есть я такое читал на форумах что бывает такое что никакой шуме работает но скажем так они принципе все и новые еще добавок поэтому я все таки наверно какое-то время на ней проедусь ну там не знаю хотя бы километров 100 вот она и проедет с вакуацию передачи все к спокойном режиме вот посмотрим как она будет по шумности работать ну а там уже будет видно в общем то но я думаю что 100 километров должно хватить чтобы все переработалось положено ставлю на машину и включаю дальше уже собрал восьмерку все делал в обратной последовательности единственное что по сборке коробки этих рядов я еще я этого ни разу не делал это был мой первый опыт в принципе все то же самое что исток единственное что ну я как бы сравнил даже с другой своей коробкой которая вот специально разобрал это моя первая коробка вот я и разобрал чтобы убедиться что там все то же самое в общем все все проверил ряды стоят единственное что шановато работают но об этом писали на форумах я принципе этого ожидал пропадет звук не пропадет это будет видно в будущем но для меня это не суть важно важно чтобы эта машина поехала и показала результат потому что этого ей уже не хватает как целых два года касательно по результату недавно буквально ездили с олегом канал гбк у него получилось очень неплохой результат мне лично понравилось я был рядом мы делали замеры он делал пару тройках заездов может больше я бы сказал все они были удачные и в основном и получается как бы это было результат то есть машина действительно идет на улучшение всем кому это будет интересно будущем у олега будет ролик и вы сможете его увидеть у него на канале естественно кто не в курсе о ком идет речь я ссылку оставлю в описании переходите и смотрите а я еду тестировать свою машину сделай свой первый выезд уже где-то 16 километров пока все отлично и по-моему даже крупный структишь работе по ходу я слышал вызов появляется но это так на послушиваться ну а на этом все на этой ноте хочу со всеми попрощаться всем удачи и пока